На месте крушения грузового самолета Boeing 747 в поселке Дача-Су завершилась работа по сбору и вывозу обломков воздушного судна. Для этого были привлечены сотрудники МЧС, МВД, Национальной гвардии Генштаба и Международного аэропорта Манас. На месте побывал и наш корреспондент Аяна Дущикиева. Рабочие и тяжелая техника, самосвал, кран, тракторы работали на протяжении четырех дней для того, чтобы вывезти все фрагменты разбившегося Boeing, пришлось выполнить более 30 рейсов. Специалисты продолжают вывозить последние фрагменты воздушного судна. Кран позади меня поднимает остатки крыльев самолета. По словам сотрудников МЧС, самым трудоемким процессом оказался сбор и вывоз хвостовой части и крыльев самолета. Для этого с помощью специальной техники пришлось их распиливать. Предпоследний рейс, после этого еще один рейс будет, и работа на этом останке самолета заканчивается. Дальше продолжается работа по вывозу строительного мусора, разрушенного, а также были сломаны в некоторых домах у каждого жителя по несколько шиферов, раздачи шиферы и восстановительные работы. Тем временем эксперты Международного авиационного комитета продолжают расследовать причины крушения Boeing. Специалисты разделились на три группы. Первая работает сотрудниками аэропорта, вторая занимается моделированием самолета в ангаре, и третья находится в Кыргыз аэронавигации. Между тем, по словам местных жителей, вернуться сейчас к привычной жизни им сложно. Дети тоже плачут в некоторой больнице сейчас в данном моменте. Врачи говорят, что все нормально, проверялись тоже. Есть такой страх, да. Конечно, это для нас большая потеря. Обычно соседей жалко очень, но самое главное, что живы остались. В основном, что пройдет, это надо как-то годами ждать. На данный момент пострадавшим в результате авиакатастрофы жителям продолжают оказывать всяческую помощь, в том числе по выдаче продуктов питания. На сегодня всего там более 24 миллионов сомов поступило, счет раздавать пострадавшим. У кого там дом пострадал, кто-то сам пострадал. Погибшим там близким, родственникам, наверное, будет. На сегодняшний день всем пострадавшим в результате авиакатастрофы оказана психологическая помощь, по словам медиков, для психологического и эмоционального восстановления жителей, а также для полной. Их реабилитации необходимо еще время.